Как фармить Акси? Лэйм. Монки. Здрасте. Акси-релики. Сколько же на них слез неофиитов. Если другие релики добываются в без проблем и падают постоянно где бы то ни было, с Акси-реликами всегда проблема, так как условия их выпадения немножко отличаются. И учитывая это, цена на то, что из них выпадает, да и на сами Акси-релики, довольно таки неплохая. Так что правильный и грамотный фарм Акси это всегда прибыльное дело. Ох, помню эти времена, когда раньше бегали на мод в бездну, стояли по 20 волн в надежде на то, что выпадет нужный Акси-релик. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Однако с появлением сбоя, все это дело переместилось на Луа, на локацию Аполло. На этой локации можно получать Акси-релики каждые 3-4 минуты, если ходить в соло. В пати еще быстрее. Но если вы научитесь ходить туда в соло, и в пати сможете показать неплохой результат. Под это дело я покажу два билда. Первый на самого популярного фрейма под это дело Вуконга. И второй это моя адаптация под это дело Сарины. Играется он через два скилла. Это своего двойника, близнеца, который имеет по помеченным противникам 2х урон. И мрак Сивагота, который позволяет замедлять любые цели. Плюс за счет второго скилла он очень мобильный, и довольно-таки жирный за счет третьего скилла, что позволяет ходить туда даже на сталь. Но ходить туда на сталь ради Акси-реликов слишком долго, поэтому лучше ходить на обычный сбой. По билду здесь перебор по живучести. Это один из вариантов билдов, но лично мне он довольно-таки неплохо зашел. И да, я использовал Вуконга Умбру Полярку. Оружие, с которым будет убивать наш двойник. На эту роль подойдет много оружия, но лично мне больше всего понравилась Никана. Но вот в чем загвоздка. Вот это мой обычный стандартный походный билд в разгон через использование Нарамона. Для данного вида активности он не подойдет словом никак. Поэтому для нашего клона я сделал вот такой вот билд. Закалка и болевая точка жертвы разгонят базовый урон. Играться это все будет через избытку и вторичку. Размер крита приумножит урон, так как у нас гарантированно будут желтые криты. Ярость прайм в данном случае для двойника лучше, чем берсерк. И мод крушитель для дабл диппинга, так как двойник убивать будет именно разрезами. Учитывая, что другие статусы я накину сам, то вот этот пул урона лучше не захламлять другими статусами. Оставшийся слот можно заполнить или умением ближнего боя, или текучим касанием, или модом на ваше усмотрение. Нюкор на дебаф. Я использую подобную комбинацию. Магнит у меня отлича, радиация встроенная, вирус и огонь я здесь добавил. Остальные моды здесь идут чисто на удобство и расширение способности накидывания статусов. Если вы хотите разобраться в нюкоре, поковыряться в циферках и сделать для себя идеальную комбинацию дебафающего оружия, то подобный разбор уже есть на канале ненгира, где он сравнивал два разных билда на дебафающий нюкор и ковырался в их циферках. Оттуда, кстати, можно подчеркнуть много интересной информации, поэтому советую обратиться туда. Естественно, можно было бы использовать Седо для того, чтобы накидывать еще больше дебафов, но, во-первых, демолисты под дебафами и от нашего двойника с меткой будут и так разваливаться за пару тычек. А во-вторых, мы идем туда в соло, нам надо быстро добывать ключи. И с этим отлично справляется любое сплэш оружие. В моем случае это Огрис Кува. Также туда неплохо подойдут Акцельтра, Тонкар, да даже тот же самый Игнис или Брама Кува. Но я люблю Огрис. В Огрисе у меня стоят урон, мультивыстрел, сплэш. За счет этого мода я получаю 13 метров радиус взрыва. Это 26-метровая зона смерти. В этой 26-метровой в диаметре, имеется в виду зоне, будет гореть огонь. Несмотря на то, что анимация будет значительно меньше, она всегда будет стандартная, огонь будет работать на всю эту область. Для разового урона я взял коррозию и также поставил мод пожар ради вместимости магазина, но он также добавляет охеренный огонь. В итоге в магазине у меня 4 снаряда, огромнейший сплэш, есть мультишот и чудовищный разовый урон. Карательные припасы здесь не обязательны, но я все равно их сюда поставил. В итоге, что у нас имеется? Никана для двойника, чтобы он шотл демолистов, дебафающий Нюкур и Огрис для выбивания ключей. А, ну и чуть не забыл мою любимую панцирную ульпофилу. Она отличный источник вируса на врагах и также очень сильно повышает мою живучесть. А если бы в фрейме была установлена равновесие, я бы еще получал бы ману. Но в принципе постоянная заливка энергии мне не шибко нужна, поэтому пускай будет так. Попадая на миссию, нам самое главное, чтобы повезло с комнатами. Здесь мы делаем полный расколбас и уничтожаем мобов. Выбиваем ключи, ставим, находим нашего противника. Здесь мы можем заюзать заранее мрак. Обмазываем противника дебафами и ставим первым скиллом на него метку. Наш клон просто его ваншотает. То же самое делаем и с другими проводниками. Во время того, как вы выбиваете ключи, мрак лучше все-таки отключать, дабы мобы сами к нам подходили, а не мы бегали за ними. Все проводники находятся попарно в больших комнатах, соединенных коридором. Со второй комнатой мне не повезло. Я не люблю эту локацию. И если вам не везет на комбинации локаций, точки расположены далеко, то лучше все-таки возможно перезайти. Итак, получили первую акси. Учитывая, что я записываю, я немножко потратил больше времени, чем обычно. Секунд на 30. И теперь важное об этой локации. Для того, чтобы получать акси довольно-таки быстро, не обязательно дефать все пилоны. Логика следующая. Первую ротацию вам нужно задефать целиком и полностью. То бишь все 4 пилона, для получения акси награды. Вторую ротацию вам надо задефать только 3 пилона. Четвертый можете просто слить. Третью ротацию вы защищаете только 2 пилона. И начиная с четвертой ротации и дальше, вы защищаете только 1 пилон. Это экономит кучу времени, так как вам не нужно стоять где-то недалеко и вслушиваться, где же находится противник. Лучше всего формить ключи на небольших комнатах. Огромные локации я не люблю, так как мобы там раскинуты довольно-таки сильно. И быстро собрать там ключи довольно-таки проблемно. Если же ваш клон где-нибудь далеко, вы всегда можете сделать это своими руками. Ах да, и ключи. Они выпадают из нескольких видов определенных мобов. Это могут быть тяжелые дроны или МОА, ну или мужики на коньках. Теперь тот самый пример. Я оставил один заряженный пилон в открытой большой локации и перешел в более мелкую локацию, где мне удобнее формить ключи. Так как я могу один пилон слить, я забиваю на белый пилон и дефаю в бирюзовый. В этом-то и суть. Некоторые пилоны я могу просто скипать и экономить этим самым время. Как раз таки с Огресом и показывается главное преимущество уверенной стойки прайм. Оружие, которое должно было вас опокидывать, попросту этого уже не делает. Но получение уверенной стойки прайм это довольно-таки длительный процесс, так как получить ее можно за заходы в игру. Причем немалое количество. Поэтому мод продуманный выстрел и обычная уверенная стойка прайм дадут почти такой же эффект, поэтому советую их использовать. В большой неудобной локации я поставил сразу два пилона. Так как это третья ротация, я могу спокойно ее покинуть. А перейдя в малую локацию, я могу продолжить здесь фарм. Стоит также заметить, что Луа имеет херову тучу полезных ресурсов. И для новых, так даже и для средних игроков это весьма приятное место. Я только сейчас заметил, что поставленный сиреневый пилон до сих пор не взорван. Скорее всего моб где-нибудь застрял. Иногда бывает вы проходите ротацию слишком хорошо. В этом случае могут упасть универсальные медальоны или линзы Луа. Если падает универсальный медальон, мне повезло. Как по мне это бесполезнейший предмет. Но если падает Луа линза, во-первых вы и сами можете ее для себя использовать, а во-вторых вы можете всегда ее продать. Стоит она примерно 10 платин. А кстати вот где застрял демолист с прошлой ротации. Здорово. Итак, четвертая ротация. Первый пилон поставлен и передо мной стоит тяжелейшая задача. Для демонстрации надо слить три пилона. Конечно убивать демолистов было бы немножко быстрее, но чисто ради демонстрации можно парочку и пропустить. Итак, добегает последний демолист. Это будет третий провал и за него я все равно получу акси. Моб передумал добегать два метра до пилона. Так, он одумался и вуаля акси А11. Дальше мне нужно дефать всего лишь один пилон и это может продолжаться столько, сколько вам только захочется. С учетом съемки я потратил на эту локацию нереально много времени и получил 4 награды за 17 минут. Обычно на каждую награду уходит примерно три с половиной минуты. То бишь за 35 минут я получаю примерно 10 наград. И тут я было подумал, все используют вуконга. Может ли другие фреймы делать так же быстро, либо еще быстрее? Ходить на этот сбой можно абсолютно на любом фрейме. Но вот быстро закрывать этот сбой может не каждый. Точнее, не только лишь каждый. Мало кто может это делать. Однако больше всего мне туда понравилась Сарина. И сетап у нее кардинально поменялся. За счет первой и четвертой способности мы имеем хороший сплэш, который позволяет вытаскивать нам ключи из мобов. Вторая способность заменена на ловушку коры для того, чтобы контролить демолистов. Ну и третья способность, токсический хлыст, позволяет наносить больше урона. Как вы можете понять, я совершенно не заморачивался над билдом. Поставил для удобства уверенную стойку прайм и гнев, для того, чтобы не париться за энергию. Хотя с другой стороны добавил еще шилдгейт. Аур вы можете поменять по своему вкусу. Например, здесь может также подойти каразийный выброс. Добавил зоны и длительности, немного отбалансировал силу и взял, конечно же, глефу прайм. Сетап на глефу прайм через тяжелую атаку стандартный. За исключением того, что здесь есть удар жизни для отхила. В принципе, вдруг у кого нет вульпофилы, которая их будет вытягивать по хп. Это отличный вариант. И крушитель прайм корпуса, так как мы будем биться с корпусней, а глефа накидывает бешеные статусы разреза. Во вторичку я поставил свой любимейший и имбовый спараплев. Этот китган сделан из парамета, киллстрима и хеймейкера. Подобный сетап превращает это оружие в настоящую имбу. Дело в том, что из-за высокого шанса крита он достигает здесь 100%, то бишь мы гарантированно критуем. Урон множится на 6 и 6х, то есть в 6 раз. А учитывая, что у этого оружия огромный базовый урон и еще больший сплэш, мы перемножаем вот этот вот урон, будем учитывать только сплэш, в 6 раз. Таким образом мы получаем нехитрые десятки тысяч урона просто из ничего, при этом сплэшуя и имея бесконечный боезапас. Мощь, красота и изящество. На локации делаем все то же самое. Убиваем массы первым и четвертым скиллом, помогая при этом пистолетом. Бафаем себя третьим скиллом и ловим противника вторым. Шпоньк и готово. Убивать можно как пистолетом, так и глефой. Мобы просто умирают от кровотечения. На данный момент испытание стойкости боганутая и выполняется само по себе. Лайк если не знал. Вот об этой херне я и говорил. В среднем соревнования нафармит у меня один акси релик примерно за 3-3,5 минуты. Таким нехитрым образом вы легко сможете нафармить нужное количество акси реликов. А далее, либо сами их открываете, выбивая нужный для вас лут, либо продаете, получая платину. Либо открываете и продаете то, что у вас получилось выбить. Но эй, стоп, акси релики это не просто коробка с лутом. Это ваш билет на фарм акси шмота. Не обязательно, чтобы тебе выпала шмотка. Ты можешь взять выпавшую хорошую шмотку у другого игрока. Главное, что ты просто попал на акси разлома. Надеюсь, подобный гайдец поможет вам в фарме дорогих частей. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых и скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова